А подписчиков никогда не было у таймаута? Всегда были, а в этот раз их нет. В этот раз, в смысле, начиная с октября, 21 октября вышел первый бесплатный номер, и вы подняли тираж одновременно со сменой всей модели, включая бизнес-модели. Вы потеряете деньги на дистрибуции, то есть вы не будете теперь получать деньги от распространителей, а платить распространителям вы вынуждены? Дистрибуция убили здесь, ее нет. Возможно, она завтра в этой стране. В нашей стране убили дистрибуцию очень мощно и очень правильно. По крайней мере, здесь сейчас идет деление этой дистрибуции. Например, если вы хотите завтра выпустить журнал, вы собрали команду, вы нашли деньги, вы главный редактор, у вас большая колонка, и вы пришли ее в колонку, куда? В некие киоски, в некоторой организации, и говорите, вот, собственно говоря, возьмите мой журнал, продавайте его, он очень интересный. Ой, у вас очень хороший журнал, он скажет, что надо занести, например, 200 тысяч рублей, чтобы сюда мы его положили. Ну как же, вы же должны продавать журналы, вы же киоск, киоск. Ну понимаете, вот мы колой торгуем, здесь у нас игрушки, тут у нас китайские ручки, они нам больше приносят денег. Мы ваш журнал возьмем, если вы нам немножечко приплатите. В общем, молодому журналу войти в какую-то сеть, в киоски продавать, а киосков все меньше и меньше, кто-то их хочет забрать, я не знаю кто, но думаешь, что это умный человек, кто-то хочет руководить киосками на вокзале, сейчас сеть дистрибуции работает лучше всего в супермаркетах, но это очень маленький все-таки сегмент, да? И порой люди не могут купить тот или иной журнал, ну просто не могут, непонятно. Многие газеты и журналы, да еще, а с другой стороны идет электроника, да, цифра, компьютер, где всю информацию узнается гораздо больше. И поэтому журналу надо как-то выживать. Одна его задача – стать более красочным, мы увеличили его макет, чтобы его можно было понюхать, потрогать, повертеть, да? То есть контакт, контакт сделать его более контактным, удобным для этого контакта и, собственно говоря, бесплатным. Ребята, мы так же бесплатны, как компьютеры, мы так же бесплатны, как электронная сеть, мы так только очень приятны и удобны и тактильны. Вот эта удобная тактильность, я думаю, сделает то, что люди, те, кто не читал наш журнал, потому что те, кто читал, он уже с нами, а те, кто не читал, придут там. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.